Ульяновские школьники дали уверенный старт программе профориентации. Регион подключился к одноименному проекту. Среди участников – ученики восьмых классов. Им предстоит выполнить задание отборочного тура, написать эссе, сделать визитную карточку, пройти тестирование. Итоги интеллектуального испытания проведут после 19 мая. Тогда же будут известны имена 20 победителей, которые отправятся в Хантамансийский автономный округ, чтобы воочию увидеть, как добывают нефть. Детали участия в программе организаторы обсудили на профильной конференции. Также ребята посетят Южно-Приопское месторождение, которое является одной из крупнейших в России. Смогут познакомиться с социальной инфраструктурой промысла. Здесь мы говорим и про комфортное общежитие, и про столовые, и про спортзалы, построенные по современным стандартам. Начинают молодые специалисты свой карьерный путь, как правило, с базовых профессий, например, таких, как оператор по добыче нефти. И нам, как работодателю, очень важно показать, как же выглядит добыча нефти, как живет и работает нефтяник. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе «Россия – страна возможностей». Подобные программы дают молодежи шанс познакомиться с профессией изнутри. Еще на этапе обучения в школе определиться с выбором. Аналогичная миссия у проекта – билет в будущее. В этом году к нему подключится 10,5 тысяч школьников. Кроме наших ребят, 60 ведущих предприятий Ульяновска и Ульяновской области вовлечены в реализацию данного проекта. И если посмотреть в пробросе 5 лет с 2018 по 2023 год, то около 26 тысяч наших ребят прошли через различные мероприятия федерального, очень нужного и актуального проекта. Например, экскурсии и мастер-классы такие проводят в мастерских колледжах градостроительства и права на выбор 8 направлений. Одно из популярных – монтаж, эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. На открытом уроке курса школьники выступают не просто зрителями, но и участниками производственного процесса. В прошлом году колледж встретил 250 учеников. Для преподавателей это потенциальные студенты. На данный момент мы располагаем всем спектром оборудования, которые вы видите в кадре, которые необходимы для того, чтобы привить ребенку навыки слесаря, который может спокойно обслуживать газовое оборудование. В этом году тематические экскурсии продолжат. Проект «Билет в будущее» реализуется благодаря нацпроекту образования. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.